Всем доброго дня. Это была важная возможность для меня, союзников и других стран-партнеров НАТО собраться сегодня в Брюсселе на министерской встрече, обсудить, что еще можно сделать для поддержки оборонительной войны Украины против России, а также обсудить глобальные последствия российской агрессии против Украины. И справедливая сделка, которую предлагает Украина, проста. Вы обеспечиваете нас всем необходимым, а мы будем бороться за свою безопасность, а также за вашу безопасность, чтобы у президента Путина не было возможности проверить статью 5 Североатлантического договора. Мне было приятно услышать сегодня растущее понимание среди союзников о том, что Украина воюет не только за себя, но и за них. И растущее понимание стран восточного фланга НАТО, что поддержку Украине надо усиливать, и это естественно, потому что мы соседствуем напрямую со странами восточного фланга НАТО. Я с осторожным оптимизмом смотрю на итоги наших обсуждений и смотрю на союзников. Нас услышали. Я был очень конкретен в запросе и сроках, в течение которых этот запрос должен быть удовлетворен. Так что я буду с нетерпением ждать продолжения от союзников всего, что было сказано и обсуждено сегодня. Благодарю вас. Генеральный секретарь Стоутенберг заявил, что России нужно около двух недель на перегруппировку сил перед следующей крупной наступательной операцией. Так что мой вопрос – есть ли у Украины достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к этому наступлению? И второй вопрос вполне дипломатический. Как мы видели в Буче и других украинских городах, которые были оккупированы, это абсолютно нацистское поведение. И официальные лица в Москве только что подтвердили, что мы имеем дело с государственной нацистской политикой в России. У меня вопрос – что в принципе можно с ними обсудить в переговорном процессе? Во-первых, да. Россия ушла из Киева и окрестностей Киева не потому, что, как заявил пресс-секретарь Путина Песков, они хотели создать конструктивную атмосферу для переговоров, а потому, что их оттеснила украинская армия, и потому, что им нужны были дополнительные ресурсы для масштабного наступления на Донбассе. Итак, мы наблюдаем передислокацию российских частей с севера Украины и с северо-востока Украины на восток Украины. На самом деле, пока мы говорим, битва за Донбасс идет. Она еще не достигла своего максимального масштаба, но каждый день в этой части Украины идут самые ожесточенные бои. И это еще не все, к сожалению. Битва за Донбасс, напомнит всем нам, и я с сожалению говорю эту правду, битва за Донбасс напомнит вам о Второй мировой войне. С крупными операциями и маневрами, с привлечением тысяч танков, бронемашин, самолетов, артиллерии. Это не будет операция локального масштаба, если говорить, исходя из того, что мы видим, как Россия готовится к ней. У России есть свой план, у нас есть свой. И все решит поле боя. И исход этой битвы будет решаться на поле боя. И именно поэтому так важно, чтобы союзники, как бы это помягче сказать, не говорили нам о том, что они все еще думают, что они должны выполнить все процедуры, что есть много вопросов, которые должны быть улажены, прежде чем они примут решение. Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не о неделях. Либо ваша помощь будет слишком поздно. И многие люди погибнут. Многие мирные жители потеряют свои дома. Многие деревни будут разрушены. Именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно. Что касается переговоров, я уже говорил об этом. К сожалению, к моему глубочайшему сожалению, Буча, это резня в Буче, это только вершина айсберга. Мы уже видим по сообщениям из Мариуполя, что в Мариуполе гораздо, гораздо хуже. Во всех смыслах. Вы задаете правильный вопрос. Что вы чувствуете, ведя переговоры с россиянами после всего, что произошло? Тут есть два пункта, о которых я хочу сказать. У меня есть только один вопрос к россиянам. Кто они? У них нет никакого сострадания и эмпатии ни к детям, которых они изнасиловали, ни к женщинам и девчонкам, которых они насилуют и убивают, ни к мирным жителям, ни к пожилым людям, ни к животным. Они даже убили домашних животных. После Буча я просто не понимаю, кто они, кто эти люди. И когда я задаю себе этот вопрос, я также понимаю, что для упреждения новых Буч нам надо вести переговоры для того, чтобы понять, как закончить эту войну. Однако, и я буду честным с вами, понятно, что позиции делегаций на переговорах будут определяться успехами армии на поле битвы и влиянием санкций, введенных против России. Это два главных критерия, которые делают нашу или их позицию сильнее на переговорах. И, конечно, наш фокус на том, чтобы сильнее были именно мы, и чтобы мы, соответственно, одержали победу. Получили ли вы какие-нибудь обещания о новом военном снаряжении сегодня? Оружие – это как деньги. Оно любит тишину. Я не могу детально ответить на этот вопрос, но могу сказать так. У меня нет сомнений, что у Украины будет вооружение, необходимое для того, чтобы сражаться. Вопрос во времени. Дискуссия идет не о списке вооружений, а о времени поставок. А это критически важно. Как я уже объяснял ранее, потому что две недели назад достаточно было говорить о том, что предоставить. Сегодня куда важнее, когда вооружение будет поставлено. Союзникам стоит в этом разобраться и найти подходящее решение. Спасибо огромное, господин министр. Ник Пик из BBC. Вы сказали, что в плане оружия – это про когда, а не если. Что сдерживает? Отсутствие воли или это логистическая проблема, с которой столкнулись союзники из НАТО? А также президент Зеленский говорил о последних санкциях, о которых США и Британия говорили, что они имеют большое значение. Он сказал, что они эффектные, но недостаточные. У вас есть чувство, что некоторые союзники НАТО, возможно, придерживают оружие, потому что они хотят, чтобы в начале санкции сделали тяжелую работу? Ответ на второй вопрос – нет. Я думаю, что это два параллельные пути, где мы видим разный прогресс с разными союзниками. Некоторые более продвинулись в санкциях, но более сдержаны в поставках нам оружия. Другие, наоборот, готовы поставлять нам оружие, но более консервативны, когда доходит до санкций. Суть того, о чем говорит президент, очень проста. Мы очень благодарны за все, что было сделано на санкционном фуронте за последнее время. И да, это правда, что последний раунд санкций нанес серьезный ущерб России. Мы ждем принятия пятого пакета Европейским Союзом. И если он будет утвержден, как он есть, мы сможем сказать, что давление увеличилось. До тех пор, пока Запад будет продолжать покупать российский газ и нефть, он поддерживает Украину одной рукой, а в то же время другой поддерживает российскую военную машину. Именно об этом и говорит президент. Ущерб, который нанесен России санкциями, сейчас имеет долгосрочные последствия для российской экономики. Но люди умирают сегодня. Наступление разворачивается сегодня. И мы нуждаемся в шагах, которые остановят российскую военную машину сегодня. До тех пор, пока это не будет сделано, мы не можем говорить о полной эффективности санкций. Да, ущерб нанесен, но он не может остановить российскую военную машину. Вот в чем суть. И первый вопрос про оружие. На первой неделе войны я просил одного иностранного министра, сможет ли его страна поставлять нам определенный вид оружия. И он сказал, это сложно, Дмитрий, потому что оно требует как минимум два месяца тренировок для персонала. Так что мы не будем этого делать. Если бы он согласился со мной в самом начале поставить Украине это оружие, наши люди уже бы заканчивали это обучение, и оно было бы у нас через неделю или две. Это и есть проблема с партнерами. Я очень их ценю и благодарен. Они все друзья, большая часть из них, личные друзья. Но это проблема. Тебе все время приходится пробивать одну стену за другой. Первая стена была. Мы не поставим вам оружие. Хорошо, мы пробили ее. Никто больше не говорит это практически. Следующая стена была. Мы отправим вам легкое оружие, но не тяжелое оружие. Хорошо, мы преодолели ее. Мы пробили и эту стену также. Да недавно я слышал, мы будем отправлять вам оборонительное оружие, но мы не сможем отправлять вам наступательное. Хорошо, мы объяснили, что нет никакой разницы, когда речь об Украине, потому что мы обороняемся. Все оружие оборонительное априори. Хорошо. Кажется, мы пробили и эту стену также. И сейчас мы снова в этой ситуации. Когда? Когда вы пришлете это? Требуется время. Но у нас уже нет времени. Если бы нас услышали раньше, у нас бы не было этой дискуссии. Это все, я не знаю. Нежелание и неготовность действовать вовремя. Действовать только, когда трагедии, такие как Буча, происходят. Я могу открыто сказать это здесь. Я сказал партнерам из G7 и Евросоюза в последние дни, что я знаю, каким был изначальный пакет санкций, и я знаю, что он был увеличен. Когда мы просили его усилить, вы игнорировали нас. И лишь увидев фото из Бучи, вы согласились с нами, что санкции должны быть усилены, и то, что было подготовлено изначально, было неэффективным. Но сколько Бучи должно произойти, чтобы вы ввели санкции? Сколько детей, женщин, мужчин должны умереть? Сколько невинных жизней должно быть потеряно, что вы не можете себе позволить усталость от санкций? Мы не можем себе позволить устать сражаться. То есть мы в процессе, и я в целом удовлетворен динамикой того, как включаются наши партнеры. Но, к сожалению, цена всему этому слишком высока. Господин министр, Ник Шифрин из PBS News. Спасибо. Одной из главных тем дипломатических переговоров с Россией были гарантии безопасности. Конечно. То, о чем вы просили, вы повторили эту просьбу сегодня. Достигли ли вы какого-либо прогресса в том, чтобы попросить или убедить кого-то из членов НАТО согласиться на гарантии безопасности? И вы говорите, что относитесь к поставкам оружия отдельными странами с осторожным оптимизмом. Как вы думаете, должен ли сам НАТО, как Альянс, играть более важную роль в этих поставках оружия? Вы абсолютно правы. И я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников. Но у меня нет оптимизма по поводу того, что НАТО, как единое целое, будет снабжать Украину необходимым оружием в обозримом будущем. Не знаю. Может быть, что-то изменится. Но сейчас, кажется, это не так. Что сейчас происходит, это то, что НАТО, как институт, поощряет союзников, тех союзников, которые готовы помочь, чтобы они помогали. Вот и все. Вот как это работает сейчас. А НАТО служит площадкой, где все собираются вместе и обсуждают эти вещи. Нет, я не задавал вопрос о гарантиях безопасности на встрече, потому что мы точно знаем список союзников, которых мы видим в качестве потенциальных гарантов безопасности, и мы вели переговоры на двустороннем уровне. Однако на моих двусторонних встречах здесь мы поднимаем и обсуждаем эти вопросы с ними. Есть прогресс? Да, да. Они определенно лучше понимают, что нам нужно. Но мы все еще как бы… Они все еще в режиме восприятия. Мы все еще обсуждаем. На данный момент ни один из них не предоставил нам свое видение гарантий безопасности. Извините. Лили Байер из «Политика». Спасибо, министр. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как украинские военные стреляют в пленного российского солдата. Мне интересно, видели ли вы это видео и есть ли у вас какая-либо реакция? Спасибо. Не видел, не слышал. Хочу вас успокоить, что украинская армия соблюдает правила ведения боевых действий. Были, конечно. Могут быть единичные случаи нарушения этих правил, и они обязательно будут расследованы. Но я хотел перепроверить дату этого видео. Потому что вы должны понять одну вещь. Нет, вы этого не поймете, извините. Вы не понимаете, каково это после просмотра фотографий с Буччи, общения с людьми, которым удалось сбежать, знать, что знакомую вам женщину насиловали несколько дней подряд. А когда она наконец добралась до Киева, ее забрали прямиком к психиатру. Вы не понимаете, каково это. Знать, что русские солдаты насилуют детей. Это не оправдание для тех, кто нарушает правила ведения войны по обе стороны линии фронта. Но есть некоторые вещи, которые вы просто не можете понять. Извините. Я буду говорить на украинском, так что берите телефоны. ЮАТВ Виталий Сизов. Ваш турецкий коллега. Вы с ним также встречались. Насколько я понимаю, у него был оптимизм. И он говорил, что он все же надеется, что будет ваша встреча с Лавровым. И они над этим работают. Есть ли какие-нибудь поводы для его оптимизма? И есть ли какие-нибудь основания для вашей очередной встречи с Лавровым? Из того, что я слышу от министра Лаврова публично, я никакого оптимизма не испытываю. По-моему, каждый комментарий, который он делает, направлен на срыв переговоров, на их блокировку, а не на продолжение переговоров. Но, тем не менее, я уже однажды с ним встречался. Как раз в Анталии. У меня нет к нему никаких-то особых чувств, которые бы мне помешали с ним встретиться. Опять же, если это нужно для прекращения войны в Украине. Министр Лавров является частью системы президента Путина. То, что он оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и преступления, совершенные в Буче, и военные преступления, совершенные в Буче и в других городах и селах Украины, и называет их фейком, делает его соучастником этих преступлений. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо. Если это вопрос мира в Украине и прекращения смертей, то я готов встречаться с кем угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!